Для настоящего патриота важно хорошо знать историю своей страны, иметь четкое представление о тех процессах, которые происходили в мире и в нашем государстве в разной эпохе. Для пополнения багажа таких знаний школьники из Сележаровского муниципального округа посетили Музей Победы в Москве. Организатором мероприятия выступил спикер парламента региона Сергей Голубев. Для учеников эта поездка стала своеобразным открытым уроком истории. Подробности далее. Зала Музея Победы оформлены таким образом, что посетители оказываются внутри экспозиции. А рассказ экскурсовода не изобилует датами и фамилиями советских полководцев. Чем глубже, естественно, дети будут знать нашу историю, конечно, это будет только плюсом. Новые взгляды, наука же не стоит на месте, идет вперед. В зале, где отражены первые часы штурма войсками фашистской Германии Брестской крепости, центральное место отдано инсталляции, в которой раненый пограничник передает сквозь пролом в стене котелок с водой для охлаждения пулемета. Вокруг таких драматических моментов и построена вся экскурсия. Я думаю, что, скорее всего, мне была интересна именно историческая правда. Конечно, да, мне интересна именно и техника, но историческая правда важнее. Экскурсанты проходят таким образом через всю войну. В руководстве Музея Победы отмечают, что намеренно отошли от привычных музейных витрин и стендов. Они, конечно, тоже присутствуют. Но большая часть площадей отдана именно инсталляции. А экскурсионный маршрут проходит сквозь них. Стараемся сделать так, чтобы в наших музеях, ну и в нашем, соответственно, тоже Музее Победы, дети не только узнавали, но могли прикоснуться к истории. Мы такие делаем экспозиции и выставки, когда задействуем все органы чувств детей, подростков и даже взрослых. Мы стараемся вызвать какое-то очень трепетное отношение к великой нашей истории. И, прежде всего, это такое уважение к нашим героическим предкам, которые нам принесли великую победу. В Ассоциацию исторических и военно-исторических музеев страны, в которые Музей Победы является центральным, входит более 300 музеев. И, как отмечает Александр Школьник, Ассоциация старается быть полезнее системе образования, в изучении истории страны, в том числе и военной. Поэтому Музей Победы вполне можно рассматривать как важнейшую площадку для изучения истории в школе. О важности таких экскурсий говорит и председатель законодательного собрания области Сергей Голубев. Спикер парламента считает, что было бы вполне логично включить посещение школьниками Музея Победы в Москве в специальную региональную программу.